МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда сдавать устаревшую технику и какое будущее? Ее ждет узнаете из сюжета нашего корреспондента. Вот наш музей, посвященный Юрию Гагарину. Очень прекрасный музей. В честь Международного дня авиации и космонавтики у Либеретского техникума имени героя Советского Союза летчика-космонавта Юрия Гагарина прошла праздничная линейка. Разрешите поприветствовать вас на нашей Либеретской земле в том числе и гостей, которые приехали из республики Абхазия. В Либеретсах состоялся 14-й открытый турнир по карате имени Виктора Горбатко. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Либеретс состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители ведомства и управления читались в работе, проделанной за минувшую неделю. Подробнее в нашем сюжете. Городской округе Либеретс реализует федеральную программу обеспечения детей, сирот и детей, оставшихся обеспечения родителям жильем. Павел Митрович, сегодня у нас 4 ребенка достигли 18-летия, примитивное жилье. Я прошу вас вручить ключи от квартиры. Все квартиры с муниципальной отделкой имеются в кухне и иная мебель. Новая жилплощадь находится в деревне Матюково. В рамках государственной программы за счет средств федерального и областного бюджета с 2008 года в округе закуплено около 300 квартир. На 2022 год запланировано обеспечить жильем 32 воспитанника детских домов. В жизни каждого человека, семьи, жилье – это главное самое, поэтому мы пожелаем ребятам и счастья, и благополучия. За минувшую неделю в Люберцах произошло два пожара. 6 апреля загорелся балкон квартиры на Октябрьском проспекте в доме 263. Пострадавших нет. День 9 апреля, в 3 часа 31 минут, по адресу Люберец, в улице Попового, дома 20, на мусорной площадке, в результате горения мусора, в контейнере, пострадал автомобиль Газель на площади Бакбара, пострадавших нет. В Люберецкую полицию поступило более 2000 обращений. Возбуждено 29 уголовных дел, из них 24 раскрыто по горячим следам. За этот период произошло очень много ДТП, 211 ДТП. Ну, без пострадавших грядут и предпраздничные недели, так что мы работаем в сильном варианте. Улучшилась эпидемиологическая ситуация. Сейчас в день осуществляется около 400 вызовов врачей. На пике заболеваемости это число доходило до 3,5 тысяч. В настоящее время у нас закрыты оба ковидных госпиталей. Это красковый, который сейчас трудится в рабочем режиме, и фом, который сейчас проводится работой по передаче его основным собственным. То есть, остановки сейчас сабиливают. 16 апреля состоится общеобластной субботник. Основная площадка – Наташинский парк. Другие места проведения коллективных уборок можно увидеть на сайте администрации и в социальных сетях. Мы просьба всем, кто имеет желание как-то помочь на введении порядка на территории городского округа, принять в этом участие. На субботнике жители округа ждет праздничная программа, бесплатное питание, ярмарка, музыка и отличное настроение. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялось выездное заседание штаба по вопросам содержания дворовых и общественных территорий. Его провел вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Обсудили вопросы, связанные с проходящим в Подмосковье месяцем чистоты и благоустройства и проведением общеобластного субботника 16 апреля. Продолжат мои коллеги. Если дворника не будет в каждом дворе, то дворов чистых у нас никогда не будет. Это касается и подбора мусора, и уборки территорий. Руководитель главного управления содержания территории Московской области Светлана Аипова рекомендовала разумно распределять нагрузку на коммунальные службы. Уборочная техника должна быть оснащена датчиками ГЛОНАСС. Данная система позволит следить за её перемещением, а также она удобна для водителей и операторов. Процент выхода техники по ГЛОНАСС не выходит, значит, объясняете губератору, почему. То же самое по дворнику. Значит, коллеги. Понятно, на дворниках ГЛОНАСС нет, для этого у нас есть инспектора. В настоящее время в регионе пересматривают рейтинг управляющих компаний, которые не справляются со своими обязанностями, не будут работать в Подмосковье. В рамках рабочей поездки Евгений Хромушин и Светлана Аипова совершили объезд территории округа. Почему дворник с утра не прошёл? Здесь дворника не было. Посмотри, что с газоном творится. Проверили качество содержания домов и прилегающих территорий, детских площадок и мусорных контейнеров. Нарушений выявлено немало. Неправильное расположение оградительных полусфер на проезжей части, отсутствие покрытия на детских площадках и сломанные ограждения. Результаты первой недели месяца чистоты и благоустройства, к сожалению, в Люберцах оставляют желать лучшего. Коллегам всерьёз стоит заняться уборкой мусора с газонов и рыхлением снега. Это два первичных мероприятия, которые точно уже должны быть выполнены. Весна наступила, и в полный рост уже можно заниматься всеми видами работ. По итогам рабочего визита управляющим компаниям выдадут предписание на устранение нарушений. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал НРТ. Дворы городского округа Люберцы приводят в порядок после зимы. Основное внимание уделяют игровым и спортивным площадкам, а также входным группам многоквартирных домов. Как сотрудники управляющих компаний и подрядных организаций справляются со своими обязанностями, проверил глава округа Владимир Ружицкий. Двор на Южной 19 по праву можно назвать образцовыми. Не только благодаря добросовестной работе управляющей компании, но и бережному отношению жителей. Чистоту и порядок в доме и вокруг него поддерживают совместно. Стараемся, то по мере возможности, когда есть время, что-то делаем. Естественно, хотелось, чтобы было чисто, чтобы было всё облагорожено. Так что, конечно, и народ помогает тоже. Комплексное благоустройство проводили здесь в 2019 году. Обустроили новую детскую и спортивную площадки. Все элементы как новые. За этим тщательно следит управляющая компания. На антивандальные действия Люберецкий городской жилищный трест тратит около полутора миллионов рублей в год. Хотел бы обратиться к нашим жителям, чтобы как-то, во-первых, бережно относиться. А там, где видят, что кто-то балуется, приносит вред общему имуществу, надо сообщать, сообщать в социальных сетях, сегодня у всех есть телефоны, фотографировать, чтобы мы каким-то образом пресекали подобные поступки. Под ведомством ЛГЖТ более 360 дворовых территорий. Сейчас на каждой из них проводят генеральную уборку. Она включает в себя покраску и ремонт газонных ограждений, избавление от остатков снега и мусора. И сотрудники ЛГЖТ проводят обходы, осмотры ежедневных дворовых территорий. Жители нам всегда помогают, по крайней мере, в дворах, где они ответственные. Жители помогают как-то отслеживать какие-то поломки, сразу сигнализируют нам в единую диспетчерскую службу. Командная работа. Городской округ Люберцы занимает первое место в Московской области по количеству дворов. Их на территории муниципалитета 689. В этом году в программу комплексного благоустройства попало около 70 участков. На этих объектах установят детские спортивные площадки, отремонтируют дороги, обновят освещение, урны и лавочки. Луиза Эгия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Состоялся семинар-совещание для Совета депутатов городского округа Люберцы. Депутаты Московской областной думы осветили основные вопросы по местному самоуправлению, дорожному комплексу, социальной политике, здравоохранению, строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Подробнее в нашем сюжете. За 9 лет Московской области построено 97 дорог и 74 моста. В 2022 году планируется завершение строительства 16 новых дорожных объектов, которые улучшат транспортную ситуацию в 9 городских округах. Завершится реконструкция Октябрьского проспекта в Люберце, где расширят дорогу до 4-6 полос. Время в пути сократится в 4 раза за счет бесветофорного движения. На 2022 год запланирована реконструкция 10 железнодорожных станций Московской области. В этот список входит платформа Коренева. Одним из самых важных вопросов остается безопасность на железнодорожных путях. В 2022-24 годах планируется построить 14 надземных переходов, 7 за счет средств Московской области, в Химках, в Дедовске, Реутове, Раменском, в Люберцах на улице Красногорской, Ленинском и Серпухове. И 7 за счет РЖД. 31 уровня в переходах. В Московской области увеличено пособие на детей от 1,5 до 3 лет. Также введена финансовая поддержка детей от 3 до 7 лет. Выросли ежегодные выплаты на воспитанников приемных семей. В 2021 году в Подмосковье вводится, мы вот буквально в четверг примем соответствующий закон, президентское пособие на детей от 8 до 16 лет. Получать будут семьи, которые имеют сложное финансовое положение, где доход ниже прожиточного минимума, и сумма выплаты будет от 7 тысяч рублей выше. Уделяется внимание и гражданам пожилого возраста. Восстановлены ежемесячные доплаты до 17 тысяч рублей одиноким пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума. В сегодняшний день изменения затронули 33 тысячи человек. Из бюджета области выделено 678 миллионов рублей на эти цели. В областной бюджет включили расходы на проведение в текущем году изготовление проектно-сметной документации на строительство поликлиники в поселке Октябрьский. Это первый и главный шаг. Этот проект включен в программу партии «Единая Россия» до 2025 года. Это практически стопроцентная гарантия исполнения. В совещании приняло участие 8 депутатов Московской областной думы. Среди них 4 председателя ее комитетов. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Подмосковье стартовал форум лучших региональных практик жить и воспитываться в семье. В столичный регион съехались детские омбудсмены со всей страны, а также представители органов опеки и попечительства. Одной из частей работы форума стало посещение семейных центров. Детская деревня СОС в Томилине тоже приняла делегацию. До недавнего времени Евгений Хамитов и Сергей Ермачков были друг другу чужими людьми. Сейчас мальчики живут в одном доме, называют друг друга братьями. Оба любят рисовать и занимаются в кружке авиамоделирования. Я хожу всего лишь месяц, но уже научился делать вот такие самолеты. Рисунок я нарисовал к одному космонавтике, чтобы еще чем-то заняться утром. Мы всегда занимаемся чем-то. Мальчиков объединяют не только общие интересы, но и приемные мама и папа. Супруги Анохины живут в деревне СОС с 2013 года. За это время выпустили из-под своего крыла 14 детей. Когда подопечным исполняется 18 лет, они переезжают в собственную квартиру. Но приемные родители связь с ними не теряют. Недавно стали приемными бабушкой и дедушкой, потому что Юля позвонила, у нее родился ребенок, мальчик. Степой назвала вот мы. И как раз таки наш сын ездил, вот ей возил подарки, помог ей там обустроиться немножко, там кроватку собрать. То есть мы общаемся. На данный момент, кроме Сережи и Жени, приемные родители воспитывают еще четверых подростков. Такие семьи под постоянным контролем органов опеки. На этот раз в гостях участники Всероссийского форума «Жить и воспитываться в семье». Цель визита – убедиться, что с детьми все в порядке. Атмосфера очень домашняя, очень хорошая. И мама, и папа, и детки, которые там были, конечно, хорошие. Это огромный труд родителей, которые приняли на себя этих детей, вот, скажем так, перекрадить сознание этих детей. Потому что это дети, которые родились и воспитывались немножко, скажем, не в совсем социально благополучной семье. И перестроить их на хорошую, доброжелательную, добрую, любящую обстановку – это огромный труд. В составе делегации уполномочены по правам детей представители Министерств социального развития, образования и здравоохранения из 10 регионов России. Специалистов распределили по нескольким группам, и они посетили все 10 семейных домов детской деревни СОС. Они смотрят опыт Московской области по взаимодействию в сфере детства и защиты семьи, чтобы положительный опыт был распространен на все регионы Российской Федерации. После визита к приемным семьям работу продолжили в формате круглого стола. Участники встречи рассмотрели вопросы профилактики сиротства и отказа от новорожденных, а также приняли участие в тематических мастер-классах. В Люберцах прошла экологическая акция «Школа утилизации электроника». Инициатором проекта выступает Министерство экологии и природопользования Московской области. Дважды в год жители городского округа сдают на вторичную переработку бытовую технику и приборы, которые утратили работоспособность. Почему это важно делать, расскажем в следующем сюжете. Отслужившая свое стиральная машина, старый телевизор и даже кассетные магнитофоны. В это сложно поверить, но нерабочая техника еще может принести много пользы. Именно поэтому она не в мусорных контейнерах, а здесь, на пункте сбора вторсырья, организованного в рамках экологического проекта «Школа утилизации электроника». Эта техника отправляется на пункты переработки, она перерабатывается во вторичное сырье и, не попадая на полигоны, таким образом предотвращает загрязнение нашей окружающей среды. Чтобы не быть голословными, организаторы акции провели мастер-класс. Детям показали, какие предметы можно сделать из собранного вторсырья и какие полезные элементы и детали извлечь из них. Одним словом, дать старой технике вторую жизнь. У нас есть игровые задания с карточками, мы будем смотреть образцы переработки, а также мы в конце сделаем динамик и поговорим с детьми о редкоземельных металлах. Их очень мало, они очень нам нужны для техники, потому что техника без них просто работать не будет. С 1 января 2021 года полигоны ТКО прекратили прием электронного и электрического оборудования. С помощью таких проектов, как школа утилизации электроника, экологи привлекают внимание людей к бережному использованию природных ресурсов. Очень радует тот факт, что наш городской округ, он не первый год занимает лидирующие позиции. За это огромное спасибо экологической службе, администрации нашего округа. В 2020 году в Люберцах собрали более 31 тонны электроники. Муниципалитет занял первое место в номинации «Популяризация раздельного сбора электронных отходов». А по итогам прошлого года округ получил награду «Лидер в сфере экопросвещения». 12 апреля отмечается День авиации и космонавтики в честь праздника перед Люберецким техникумом имени героя Советского Союза летчика-космонавта Юрия Гагарина состоялась торжественная линейка. Подробнее в нашем сюжете. В кадре Королев, конструктор главный и Юрий Гагарин, отвечающий ему. Лицо космонавта, утомленное от перегрузок, минуты вечности среди пространств и веков, бесконечно праздничная музыка из музык, страна, делающая первый вдох. Студенты Люберецкого техникума знают, кто такой Юрий Гагарин не понаслышке. Именно здесь, с 1949 по 1951 год, будущий космонавт получал свою первую специальность. Тогда учебное заведение носило другое название – Люберецкое ремесленное училище номер 10. Здесь Гагарин осваивал навыки формовщика-летейщика. Юрий Гагарин прославил нашу техникум, и мы этим очень сильно гордимся. И мы постоянно вспоминаем о нем и празднуем все праздники, которые с ним связаны. Я горд учусь вот этими техниками. Значит, вот наш музей, посвященный Юрию Гагарину. Очень прекрасный музей. Здесь есть личные вещи Юрия Гагарина. Он сам бывал в этом музее. Он был в жизни очень добрым человеком. Он говорил, что сила человека в его духе. И я полностью поддерживаю его слова. Торжественную линейку, посвященную Международному дню авиации и космонавтики, посетили депутат Московской областной думы Лидия Антонова и глава округа Владимир Ружицкий. Друзья мои, я сегодня хотел бы всех вас поздравить с замечательным праздником – День космонавтики. Я не побоюсь этого слова. Этот праздник – он и день нашего города, и день вашего техникума, в прошлом ремесленном училище. Я искренне желаю вам, чтобы ваши планы, мечты сбылись. И, конечно, мы гордимся, что когда-то Люберцы приняли совсем еще небольшого мальчишка Юру Гагарина на учебу. И вот какой путь он здесь начал, и как этот путь помог человечеству выйти в космос. Труженик тыла, ветеран труда Алексей Сурков написал стихотворение «Ко дню космонавтики». Оформил его в виде свитка и передал в музей Юрия Гагарина. Повсюду вы с нами, Гагарин. Повсюду вы с нами в строю. Вы первые полеты открывали за нашу родную страну. В 1961 году, года полета Гагарина в космос, в училище зародилось гагаринское движение. Сегодня 12 лучшим студентам колледжа вручили удостоверение гагаринца. Ребята торжественно пообещали беречь и приумножать традиции своего отечества. Мы обещаем быть примером в учебе, настойчиво владевать профессией, в совершенстве постигать секреты рабочего мастерства. Студенты Люберецкого техникума имени Гагарина ежегодно участвуют во многих мероприятиях. Среди них международная молодежная научная конференция «Гагаринские чтения». В Люберецком краеведческом музее проходит постоянная выставка, посвященная космосу. В небольшом уголке собраны экспонаты, связанные с именем Юрия Гагарина, полетом белки и стрелки и другими символами отечественной космонавтики. Наша съемочная группа побывала на первой экскурсии. Люди всегда хотели полететь в космос. И 12 апреля 1961 года это свершилось. Первый полет человека в космос отмечают и по сей день. Накануне праздника ученики вторых классов 27-й школы отправились в Люберецкий музей, чтобы узнать больше интересных фактов и с помощью новых знаний стать ближе к космосу. Вот посмотрите, белка и стрелка одеты в костюмчики. На белке красная, на стрелке синяя. Как в мультике. В пинке у собачек были небольшие ручки, чтобы удобно было их доставать. Уникальные экспонаты из фондов музея, связанные с темой космонавтики, теперь собраны в отдельном уголке. Личные вещи Юрия Гагарина, Павла Беляева и Георгия Добровольского. Также здесь можно увидеть скафандр и кресло космонавта. Подробно изучить биографию первых покорителей вселенной. Сейчас это очень востребовано. Дети идут, детям очень нравится. Очень большой интерес именно к истории, к Люберецкой истории. Тем более, тайн очень много покрыты космосом. Тем более, дети сейчас вообще всем интересуются. Мы придумали даже для разных возрастов разные программы. Кроме познавательной экскурсии, интерактивная программа для самых маленьких посетителей включает флешмоб. Ребята все вместе делают космическую зарядку. А затем, вооружившись кисточками и красками, создают своими руками сувениры ко дню космонавтики. Ученик 2-го А Матвей Шпигель признается, после такой увлекательной экскурсии желание бороздить просторы вселенной стало еще больше. Я хочу о нем все знать и туда полететь и посмотреть, что там вообще с виду. Но я еще узнал то, что когда ракеты летают, мелкие детали вылетают, становится одна маленькая, где космонавт летит. Вот эти все детали, они собираются, экономятся, и поэтому очень много мусора возле планеты, даже сейчас. И ученые это хотят сделать так, чтобы этого мусора больше не было. Изначально сотрудники музея планировали проводить такие космические встречи до 12 апреля включительно. Но из-за большого количества желающих программу продлили до конца недели. Уиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Первое межрегиональное гибридное мероприятие для подростков страны «Метап Юниор» прошло в городском округе Люберцы. Оно объединило школьников старших классов, представителей бизнеса и экспертного сообщества. Участники встречи ознакомились с проектами и инициативами подростков, а также обсудили вопросы поддержки юных разработчиков. Подробности в сюжете моих коллег. Мой проект называется «Разработка концепции реставра в платформе». Идея появилась еще с мая прошлого года, когда мои друзья предложили участвовать мне в музыкальной группе. Тогда шли первые репетиции, создавались первые песни, и стоял вопрос о том, где же мы будем давать свой первый концерт. На макете Рестапаба сцена, инсталляция картины, предметы мебели – все расставлено по своим местам. На создание уникальной платформы у Софьи Гостевой ушло несколько месяцев. Готовится презентовать ее на Всероссийской олимпиаде школьников, которая стартует в конце месяца в Казани. А сейчас ученица 11 класса показывает свое детище в стенах родной 16-й гимназии. Здесь открыли серию межрегиональных митапов для подростков со всей страны. Это ребята, у которых уже есть свои проекты, либо есть идеи, которые они хотели бы представить. Сегодня у них первый этап. Они обкатывают эти идеи на экспертном сообществе. Сегодня задача их выступить, уложиться в отведенный тайминг. Это три минуты. Получить обратную связь, доработать свой проект, чтобы в рамках Питерского международного экономического форума в июне этого года уже представить свои проекты коллегам из Сбербанка, из Роснана, из Росатома. Проекты представили 10 школьников из 10 субъектов Российской Федерации. Большее количество участников из Московской области. Каждый из них отстоял право выступать на этой площадке. Прошел отборочный этап в своем регионе. Школьный проект, который мы сегодня рассмотрим, это идеи ребят, которые нуждаются в поддержке, в так называемом обертывании проекта для инвестора, ну и потенциальных инвестиций тоже требует. Я уверен, что некоторые проекты, которые сегодня будут презентованы на этой питчинг-сессии, получат такую поддержку как от российского движения школьников, так и от потенциальных инвесторов. Направления проекта в разные. Общественно значимые, спортивные, научные. Перед презентацией работ участники встречи выслушали по видеосвязи своих сверстников из разных уголков России. Юные спикеры рассказали о возможностях самореализации подростков в своем регионе. Луиза и Геазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Во Дворце детского и юношеского творчества прошел день открытых дверей. Город мастеров распахнул свои двери для мальчишек и девчонок в Любрецком лицей номер 4. Ребят прогулялись по улицам с самыми творческими названиями. Каждый нашел занятие по душе. Город мастеров. И ведут в этот город. Но подороже. Театральная студия, хореография, эстрадный вокал, хоровое пение, рисование и художественное вязание. Всего более 60 кружков и объединений. Все, что нужно для того, чтобы дети развивались в творческом направлении и мыслили именно творчески. У нас 15 апреля начинается отделение дополнительного образования городского по Глюберцей. Мы всех с удовольствием ждем. У нас очень большой спектр услуг. Для всех детей от 7 до 18 лет у нас бесплатные занятия. Здесь вы сможете сделать предметы из 3D-ручки. На технической улице ребята заглянули на мастер-класс по 3D-моделированию. Константин Борисов этот кружок посещает несколько лет. Из простых плоских деталей он учился создавать объемные фигуры и умеет читать чертежи. Мне интересно сейчас создавать всякие разные поделки. Здесь осваивается работа еще с чертежами, потому что разные есть объемные работы. Я вот, например, сейчас делаю танк на занятиях. Я его делаю. Тоже там по чертежам надо работать. На шахматной улице ребят познакомились с фигурами шахматного королевства, рассказали о видах рокировки и как в несколько ходов поставить мат. Мастер-класс по рисованию на улице Художественной. Люберчанке Ксюше Верещагиной 7 лет. Рисование – ее хобби. Много всего можно узнать. Рисование. Почему тоже мучилось? Рыбок рисовать. Скоро Пасха, и поэтому я рисую пасхальное яйцо. В ночи каждые оконцы слабо освещает луна. Какие молодцы! Знакомство с таинственным миром кукол, мастер-классы по вязанию и бисероплетению. На улице фантазий школьники познали азы пластилинографии. Лепка вообще необходима для детей, особенно младшего возраста. Развивается мелкоматорка рук, развиваются навыки общения между собой, потому что дети общаются. И вообще им интересно, творчество развивается, скажем так, нестандартный подход. Потому что дети вот меня делают мультик. То есть есть красная шапочка, делаем бабушку, маму, делаем волка. Потом будем сами фотографировать, снимать мультик. У Дворца детского и юношеского творчества в округе 8 филиалов. Занятия посещают 5800 мальчишек и девчонок в возрасте от 4 до 18 лет. Все очень круто, мне понравилось. Буду учиться в Дворце творчества. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В культурно-досуговом центре «Союз» состоялся отчетный концерт Малаховского хора ветеранов «Поющие сердца». Творческий коллектив исполнил свои лучшие музыкальные произведения. Советские шлягеры, русские народные композиции, а также песни военных лет. На праздники побывали и мы. В поющих сердцах Лариса Мищенко уже 18 лет с тех пор, как переехала из Узбекистана в Люберцы. До этого ей никогда не приходилось выступать на сцене. Сейчас, несмотря на уже приобретенный опыт, каждый раз волнуется. Гордость, что это столько лет хор существует, что он еще не распался. И думаю, надеюсь, что молодежь придет к нам. Будем надеяться, что молодежь придет к нам. Нас заменят уже. Люди потянутся к песне. Все равно потянутся. Ведь песня – это жизнь. Сегодня Малаховский хор ветеранов объединяет 17 человек. Творческий коллектив активно участвует в вокальных конкурсах и занимает призовые места. А в 2018 году поющие сердца стали лауреатами премии губернатора «Наша Подмосковья». У нас обширный репертуар. Мы стараемся петь песни о Великой Отечественной войне. Патриотические песни, направленность патриотическая, русские народные песни, авторские песни. На сцене выступили и другие творческие коллективы. Молодые вокалисты исполнили патриотические песни, а хореографические ансамбли порадовали гостей русскими народными танцами. В рамках программы «Активное долголетие» осенью прошлого года в Подмосковье ввели новые командные виды занятий, в том числе настольный теннис. Участники клуба еженедельно их посещают и осваивают олимпийский вид спорта. Люберчанка Светлана Медведева посещает клуб «Активное долголетие» несколько лет. В секцию настольного тенниса пришла недавно. Этот вид спорта, считает она, отличный способ поддержать форму. Мы очень довольны и планируем сюда ходить долгие годы. Интерес в игре – это что-то. Победы, забивать голы. Это всё реально даже для женщин, независимо от возраста. Алексей Изуев – подполковник в отставке. 68-летний житель Малаховки со спортом не расстаётся с детства. В клубе «Активное долголетие» нашёл не только занятия по душе, но и встретил новых друзей. У нас здесь разные образования, разные интересы. Но, тем не менее, есть о чём поговорить. А ведь вы сами знаете, что пенсионерам не хватает общения. Нас объединяет любовь к теннису, стремление научиться именно правильно играть. Тренировки стараемся не пропускать. У нас приходят даже парами. Вот, допустим, под 80 лет есть. С Лоткарин много приезжают. Малаховка. Ну и выберцы с города сюда приезжают. У нас для всех открыты двери. В настольный теннис здесь играют более 50 человек. Занятия проходят три раза в неделю – с 16 до 20 часов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Во дворце «Спорта Триумф» состоялся 14-й международный турнир по карате имени Виктора Горбатко. В нём приняли участие спортсмены из России и Абхазии. Тему продолжат мои коллеги. Тимофей Константинов приехал на соревнования из Тольятти. Он занимается каратэ с четырёх лет. Десятилетний спортсмен не раз одерживал победу на всероссийских турнирах. Надо показывать технику. То есть надо делать удары, которые тебе показывает тренер и учить кота. Быть всегда лидером и быть всегда в себе уверенным. Открытый турнир по карате имени дважды героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР Виктора Горбатко проходит в Люберцах ежегодно. Соревнования приурочены к празднованию Дня космонавтики. Разрешите поприветствовать вас на нашей Люберецкой земле, в том числе и гостей, которые приехали из Республики Абхазии. Я сегодня прежде всего хочу пожелать нашим спортсменам этой победы судьям эффективного судейства, ну а зрителям получить удовольствие от наших соревнований. На турнире встретили 43 команды из 23 регионов России и Республики Абхазии. Более 400 спортсменов продемонстрировали своё мастерство. Соревнования имеют три дисциплины – ката, кумите и тимишуаре. Ката – это формальный комплекс упражнений, демонстрирующихся, технику перемещений, ударов, блоков и кумите. Кумите – это поединок, где два спортсмена соперничают друг с другом. В разделе тимишуара оценивается динамическая сила, которую фиксируют специальные приборы. Соревнования проходят во всех возрастных категориях. Самым юным спортсменам по 6 лет. Неберецкий округ представило около 30 каратистов. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте ЛРТ.ТВ и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова